СЕКУНДОЧКА рекламе А если ты худешь увидеть, как вдруг исполняет задание, которое ему загадался то что он проиграл мне в ДОТКЕ, то переходи по ссылочке в описании и вообще таки, и на эту няшку-поняшку подписывайся на канал и запомни я слежу за тобой. Привет, чуваки, это Топ Дота. Я знаю, что вы говорили поменьше делать разных топов, да и самому они мне поднадоели, но вот об этой теме я вам очень уж хочу рассказать, потому что знаю, насколько много людей начинают играть в доту, и насколько много людей не застали те жесточайшие просто баги, о которых я вам сегодня расскажу. Возможно некоторые из вас спросят, да как в такое забагованное говно вообще играли? Хотя багов на самом деле хватает и сейчас, просто возможно их более оперативно фиксят, но вспомните того же Мортлинга с Аксом и его бесконечным агром, так что проблем хватает даже сейчас. Ну а сегодня у нас будут более олдовые баги, которые пофиксили давным-давно. Первый из них это Нага, которая дюпает вещи. С помощью иллюзий она могла получить несколько своих инвентарей на халяву, то есть она делала иллюзии первым скиллом, и вещи этих иллюзий она могла выложить, потом взять к героям и продать. Это ж представьте какая дикость, можно было с первых минут сделать себе 6 лотов, даже несмотря на длинный кулдаун с пыла. Второй баг это тоже изи бабки, только теперь уже практически для любого героя. Я говорю про автостаг эншентов. Чтоб вы понимали, это был именно автостаг, который работал абсолютно без вашего участия. Эншенты просто появлялись каждую минуту, а вам оставалось только брать какого-нибудь Суэна, Гирокоптера или любого другого героя со сплэшой, и фармить всё это прекрасное дело. Кстати, стакались только эншенты дайер стороны, так что это был ещё и дисбалансный баг, но воевать за это богатство было очень весело, хоть и прикрыли тему всего через один день. Этот баг появился в один день с выходом реборна, и честно говоря, он мне понравился намного больше, чем сам реборн. Ну а следующий баг был действительно мерзким, ни капельки не весёлым, и я бы сказал ломающим игру. Суть в том, что в один период времени дотку можно было перегрузить количеством дропнутых предметов, примерно 400 айтемов лежащих на земле, и игра вылетала, а результаты матча никому не засчитывались. Юзеры это прохавали, и когда было очевидно, что игра сливается к чертям, они продавали свои инвентари, закупали на все бабки веточек по 50 голды, так как это был самый дешёвый айтем, и выкладывали это всё дело у себя под фонтаном. Всего 1020 золота, и дота крашилась, ммр не терялся, и 5 абузеров были довольны. Правда вот проблема была в том, что хоть и можно было застраховать себя от потери рейта, но вот поднять рейт было практически нереально, потому что эту тему обузили все, кому не лень, а следовательно и ваши враги. Четвёртая дичь знакома уже очень многим. Это хуки под фонтан с любой точки карты. Чен кидал на пуджа возвращение на фонтан, пудж кидал хук в сторону жертвы по определённому таймингу, и герой противника улетал на этом хуке прямо за пуджом на базу. И примечательный этот баг тем, что не фиксили его целых 2 года. Дошло всё до того, что нави начали обузить эту тему прямо на третьем унте, и вот только после этого Вольво прикрыли лавочку. Ну, подумаешь, 2 года. Хотя баг, конечно, был жёстким только в умелых руках, и каждый второй школьник не мог его успешно юзать. И пятый баг, возможно, самый жёсткий из всех, о которых я сегодня говорил. Это перемещение трона под фонтан. Да-да, именно так. С помощью хроносферы Войда и фиссуры Шейкера была возможность сдвинуть трон. А провернув эти манипуляции несколько раз, возможно было сдвинуть его прямиком под фонтан. Следовательно, сломать его было дико сложно. Таким образом, на короткий промежуток времени, дота превратилась в игру, кто быстрее загрузится и пикнет Войда с Шейкером. В этом был весь смысл игры, ведь победить против этой комбы было просто нереально. Хотя иногда эти герои попадали в руки достаточно честных игроков, которые не хотели заниматься подобной хернёй. Вот тогда было круто. Ну и на этом всё. Пишите, какие жёсткие баги вы помните, подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе свежих видосиков, а также смотрите старые ролики, их тоже довольно много. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok